Музыка В общем-то казачья тема мне близка, потому что я на Кубани родилась. И когда узнала об этой хате года три, наверное, назад, мне одна знакомая посоветовала посетить этот объект. Но, как всегда, нет времени, какие-то другие заботы. И потом неожиданно увидела, что объявление продается эта хата. Но я решила, надо срочно, пока она не стала чем-то таким дачным участком, посмотреть на эту хату. Ну и действительно, когда я приехала, познакомилась с хозяевами Кузнецовыми, то они рассказали, что у них появились в жизни другие какие-то проекты. А этот надо продавать. Но они расстроены тем, что мало кто хочет продолжать это как музейное дело, чтобы именно как культурно-образовательный комплекс какой-то был, о котором они мечтали. Ну и так как я уже много повидала всяких музеев, казачьих хат, атамани и так далее, в общем-то, мне довольно-таки понятна была ценность этой хаты. И хотелось действительно ее сохранить. Тем более о реставрации этой хаты. Борис Кузнецов снял замечательный там канал, есть хата Атамана, можно посмотреть, да, в Ютубе. То есть действительно там рассказывается, как по традиционным способам реставрировалась эта хата. И понимаешь значимость этого места. Мне нравится слово маршака в этом плане. Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечеое. Вот этот дом, нам прослуживший век, почти умеет пользоваться речью. То есть действительно, куда, в какой уголок не глянешь, то понимаешь, как люди жили, как они переживали какие-то трудности. Или наоборот, как они вот искусно выходили из разных трудных ситуаций, да. Как они заботились о своем жилье, какие у них были радости. Как они красиво там шили, вышивали, как мужчины красиво косили, да. Вот делали какие замечательные деревянные вещи. Вот стоит на наши окна глянуть, да, которые там, резьба какая замечательная. Как старались двери филенками украсить, то есть чтобы они тоже какую-то необычность из себя представляли. Вот поэтому хотелось, чтобы это все сохранялось, ведь кровь не водится. Знать наши корни всем пригодится. Вот такое вот уже словосочетание возникает. И поэтому решили, в общем-то, бросить имеющееся средство на то, чтобы приобрести вот эту хату. А с Ниной, Нина тут и жила, вот это Кочубей. Отец, он и дедушка был, первый атаман, наверное, тут, в Лазовке. А потом и отец был, они жили хорошо зажиточно, никуда не уехали. Отец тоже погиб без вести, как и мой. И мы дружили с нею, и кумовья были, и дружили, и замуж, я ей отдавала, будь свидетелем была в ней, в Уминку. А потом она уехала. А была активистка такая у нас, что была секретарь комсомольской организации. Это хата азовского казачьего войска, можно сказать, потомков, которые самые последние в 1864 году влились в состав кубанского казачьего войска. В связи с этим, вот, хотелось бы вот эту уникальность подчеркнуть, потому что азовское казачье войско, оно необычно было образовано только после 1828-1829 годов войны с Турцией. И им была выделена земля возле Бердычева и Мариуполя. И только после долгих лет они уже переехали сюда. Ну, фамилия такая интересная, и если в историю этой фамилии погружаться, то самые первые кочубеи, это еще на службе у литовского правителя Ольгарда, они находились в переводе означает «маленький князь» или «кочевой князь». Но самый известный кочубеев был, это, конечно же, при Петре I, который был врагом Мазипы. Давняя история. И потом большая часть вот этого большого такого разветвленного клана кочубеев, они находились на службе России. И сейчас мы, даже сейчас мы встречаем очень часто эту фамилию, она у нас в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и на Украине распространена эта фамилия. Два урядника переехали ориентировочно в 1862 по 1868 годы. И вот Григорий Кочубеев, вот хата, в котором мы сейчас находимся, он как раз так и является потомком одного из урядников. Кого конкретно, это еще нам надо найти в архивах, конкретно мы еще не можем сказать. Единственное, что мы знаем, что он погиб в 30 лет, в 1921 году, во время Гражданской войны. У него осталось 5 малолетних детей и жена. Видно, что это был очень уважаемый атаман, потому что само здание, оно необычно для кубанской обычной хаты. Здесь 10 окон, здесь вот такие высоченные потолки, здесь вот дубовый такой каркас и потом уже только идет мазанка на основе этого. И мы видим, что этой хате уже больше 100 лет, но сейчас вот этот дубовый каркас очень сложно взять пилой или топором, то есть это уже практически камень. Ну и мы надеемся, что мы найдем профессионалов, которые нас научат ухаживать за таким домом, за такой печкой русской и попытаемся сохранить. Потому что это сейчас тоже довольно сложно найти вот таких вот умельцев. Из потомков мы знаем, вот один из сыновей его звали Василий, потому что у нас есть документ похоронка. В 1944 году его жена получает Мария о том, что в 1942 году он погибает в Курской области, защищая нашу родину. И у него остаются две дочки Валентина и Нина. И вот именно Нина удалось у нее взять интервью Борису и она рассказала о тех трагических событиях, которые происходили здесь вот в этой хате. То есть они уже как бы зафиксированы и о том, как в Великую Отечественную войну хата пострадала, как пострадал можжевельник знаменитый, который мы называем Казарлан. Она вот растет возле этой хаты, украшает, освежает воздух возле хаты. В общем-то придает живость этому месту. Сейчас благополучно живут уже внуки, правнуки и самой Нины. Поэтому вот одну ветвь мы знаем, она находится в станице Северская. Что с другими четырьмя детьми, к сожалению, мы не знаем. То есть вот за этот период, куда они разъехались, где они сейчас находятся, ну это еще предстоит нам. Тем более у нас появились единомышленники, историки. И историки здесь, станицы Азовской, Убинской, из Краснодара, ученые заинтересовались именно историей Азовского казачьего войска, которым фактически только две книги написаны о воспоминании потомков Азовского казачьего войска. А так надо глубже копать для того, чтобы более предметно рассказать историю. Регалии Азовского казачьего войска находятся в музее Фелицина, которыми там высочайшие грамоты, знамена, которые вручались, бунчуки, перначи, все это находится в совокупности. В перспективе, да, мне хотелось бы, чтобы это более широкое понятие, ну в общем-то все музеи сейчас переходят на такую работу, да, и дистанционную работу, и все-таки как центр какой-то культуры, образования. Вот я когда здесь стала знакомиться с людьми, которые живут, ведь очень много людей, которые обладают каким-то мастерством, обладают какими-то знаниями, которые могут передать, причем это знания, те, которые даже сейчас в разных психологических тестах используют, например, лепка из глины, да, то есть здесь есть замечательный гончар. Или, допустим, есть женщина, которая знает историю куклы, может научить, вот, например, ведь раньше каждой девочке, которая становилась матерью, там, допустим, ее учили как быстренько из лоскутков сделать куклу. Называлась кукла-утешница. То есть каждый может сейчас на мастер-классе, для чего нужно было, потому что молодые мамочки зачастую не знают, как успокоить ребенка, а тот раз сделал кукол, и уже ребенок как бы успокоился, отвлекся. Потом у нас здесь есть люди, которые очень хорошо знают садоводство, огородничество, то есть можно было бы с ними, виноделие, виноградарство, есть фермерское хозяйство, которое занимается молочным каким-то производством. То есть все это можно было бы посещать. Есть, конечно же, люди, которые любят местную природу, они ходят в горы, у нас тут замечательная гора Сабербаш, да, такая легендарная гора, которая уникальна по своим природным особенностям, на ее почти что вершине находятся источники, в то же время там и дольмены можно обсудить, и вот такую архитектуру древнюю. Большое количество есть каких-то памятников, связанных с предыдущими культурами, допустим, Адыгская средневековая, там Крамлехи, можно по таким путям пойти. Все знают, допустим, гору Метридат в Керчи, но мало кто знает о горе Метридат в Северском районе, ведь ее тоже можно посетить и посвятить этот поход, допустим, Паспорскому царству, вот эту вот историю поднять еще, потому что его войскость здесь проходила, и можно же, если еще глубже в природу окунуться, то все мы на дне океана Тетис находимся, то есть здесь богатство, вот можно найти каких-то минералов, камней, да, и заинтересовать этим подрастающее поколение. Геологическое. Геологическое, да, палеонтологическое, те же окаменелости можно находить здесь. Да, большое количество здесь троп, допустим, связанных с Великой Отечественной войной, это партизанские отряды, это вот за Смоленку на горе Ламбине воевали, там большие потери с нашей стороны были, то есть можно такие серьезные походы, патриотические организовывать, работать с поисковыми отрядами.